Сегодня в поселке Старый Крым в школе номер 46 для учащихся старших классов центра Логос провел мероприятие под названием «Урок децентрализации». Во время урока состоялась презентация видеороликов об объединении общин, а также ученики и педагоги узнали о мифах, которые мешают селам и поселкам присоединиться к городам в рамках реформ. Все желающие получили возможность присоединиться к волонтерской деятельности, поскольку власти и жители поселка Старый Крым до сих пор не приняли решение объединиться с Мариуполем. Это предусматривает утвержденный правительством план формирования объединенных общин Донецкой области. Как рассказывает координатор молодежи организации «Студенческое братство» Данил Тюрин, цель данного мероприятия заинтересовать детей в проведении реформы, а также показать ее плюсы и минусы. Эта реформа проходит, то основным джерелом влады в их громаде будут сначала их родители, а потом сами они. Поэтому очень важно, чтобы уже сейчас молодь поддерживалась активной гражданской позиции. И если наша молодь будет активной, я думаю, проблем в нашей стране не будет. По словам Данила, о децентрализации необходимо рассказывать, так как данная реформа для нашей страны очень важна. Наша сегодняшняя влада потребует реформ, она у нас, как минимум, неэффективна. Цей способ керування краю был эффективным, но за часы Радянского Союза, когда у нас была однопартийная система, когда была полная децентрализация. А сейчас, когда все, когда все, когда все, когда все усы, когда все, когда все, когда все было в право, когда все это было большим, сейчас нас в стране належат лише 5% всех ресурсов всей земли. Поэтому цей способ керування краиной больше неэффективен. Наша ряда потребует этой реформы. Данил Тюрин также отмечает, что тема о децентрализации для старшеклассников сложная. Однако в общих чертах, о чем эта реформа, они имеют представление. Нет, я поняла в основном, что хотели донести до нас, но именно этот термин я не сильно разобрала пока еще. Аналогичные уроки о децентрализации были проведены во всех школах районного центра Мануш и в других городах Украины.